Точно через такие же этапы карма приходит также в форме желаний. И в форме желаний тоже есть. Кутам, биджам и бхалам мукам. Это значит, что когда ребенок родился, ему говорят, то он будет генералом. Но у него еще генералских мыслей нет. Нет этих мыслей. Даже бегать, прыгать, вот такого нет. Он просто кричит и думает, как бы поесть. Почему же так все плохо, думает ребенок. Все же было хорошо. Значит, что вот эти вот желания, которые будут, но еще не видны, называется кутам. Когда желания на подходе, они еще не понятны нам, но они уже выходят наружу. Они проявляются в форме того, что человек, вот знаете, вот он сидит, и как-то скучно стало. Что такое скука, знаете? А что такое скучно? Вот почему неинтересно? Ну, а почему не трогает? Ничего не происходит. Потому что вам чего-то хочется. И вот то, что сейчас здесь, да, оно вот не то, что вам хочется. Но вы пока не понимаете, что же вам хочется. Вот это вот состояние, да, уловили момент. То есть, скука, это не значит, что человек мне ничего не хочет. Значит, ему что-то хочется. Он просто пока не может понять, что ему хочется. И он, знаете, в состоянии поиска такого находится. Что же хочется-то мне? Вот это вот, это уже начинается, значит, какие-то желания пробуждаться в нем. Это биджа. Желания уже пробуждаются, но я пока не могу их определить, не могу точно понять, что это за желание. И вот когда желания конкретно уже проявляют, я говорю, я понял, что скучно-то. Надо поесть. Просто надо поесть. Вот чего мне, оказывается, хочется. Это вот это называется бхаламукхам. То есть, тот момент, когда желание проявилось, начинает влиять на нас. Это значит, все, вот реакция пришла. Реакция в форме желания пришла. Она начинает уже давить на нас. Говорит, срочно надо как-то дать лектору понять, что надо заканчивать. То есть, это уже начинает нами двигать. И мы уже говорим, слушайте, а может мы закончим уже? То есть, уже до поступков доходит. То есть, когда уже это желание заставляет нас действовать, означает, что это бхаламукхам. Разобрались?